Это ваш вопрос, да? То есть вы хотите поприсутствовать на... Ну, я, во-первых, хотел вас еще раз поблагодарить. Хоть я и не всегда могу присутствовать на ваших мероприятиях, но я всегда радуюсь, что они происходят. Мне кажется, это очень полезно. Может быть, полезность... На самом деле сложно ее переоценить. Мне кажется, я, может быть, немножко дополню предыдущего вопрошающего насчет легких. Как мне кажется, что очищение зависит, конечно, от физического плана. То есть те, у кого объем легких больше, мне кажется, они легче переносят очищение. Ну, то есть у кого, скажем, в какой-то период времени тело лучше развилось, не знаю, там, ну вот как, например, у Сережи Киселева, вот, ему, так сказать, немножко в этом плане потом может быть легче, чем, допустим, кому-то такой конструкции, как я там или кто-то. Вот. Ну, ладно. Ну, собственно, вот мой вопрос. Ну, Филипп, давайте сразу. Там дело в основном не в объеме дыхания, там дело в тренированности тела, в его возможности стрессоустойчивости, потому что спорт – это токсикоз, это тело, которое умеет работать с токсическим состоянием, и это, ну, работа нервной системы, не просто вот здесь нервной системы, а по телу, да, это тренированность. Вот смотрите, когда я, мне нужно было заниматься, ездить на роликах целую ночь, я брал за неделю до начала сезона и несколько дней тренировался, чтобы войти в форму, ну, как все спортсмены, да, вот, не надо войти в форму. Естественно, тогда я легко дальше шел впереди группы, значит, и здесь то же самое, там дело не просто в легких, что-то там сурфактант у них хорошо работает, да, значит, у них, это у нас вторая ножка стула, адаптационные возможности, и Михаил Советов здесь хороший пример будет, Максим Лютый, значит, к примеру тоже, да, пусть будет Сергей Киселев. Ну, кстати, вот надо будет позвать Сергея, ну, он, может быть, и присутствует вот в Инстаграме, например, позвать, чтобы он рассказал, у него есть очень интересная информация, как он и как его вот знакомый на фруктах бодибилдер переживают именно, когда они убирают на какое-то время мякоть, и оставляют только соковую часть. Вот тогда многое обвиняется, особенно если это сделать на несколько дней, всего лишь несколько дней, это очень важно. Человек, который пять лет был на фруктах, только фруктах, попробовал пять дней быть на фруктах, ну, без мякоть, и сказал, что это были очень необычные пять дней, что-то там такое происходило, удивительное. Вот пять дней, да, и пять лет. Вот, ну, пусть люди сами, надо позвать нам в эфир, безусловно, чтобы они сами рассказали, потому что, ну, здесь очень интересно все получается, да, очень необычное, потому что сама клетчатка же, она как бы официально не несет каких-то там безумных белков, жиров или какие-то... Вообще она какая-то такая, ну, якобы там на ней размножается якобы полезная пивота, и там что-то нам она будет давать. Вот. Ну, ладно, вот можно хотя бы как-то этим пытаться что-то объяснить. Но как так за ней, как почему у людей прямо сразу идут эти эффекты, там очень интересно. Извиняюсь, что я вас перебил, вы говорили по поводу спортивных формы, как хорошо, когда ты в спортивной форме встречать чистку, да? Об этом? Ну, да, ну, собственно, тут, наверное, совет тем, кто очищается все-таки пытаться как-то, ну, физически тоже какую-то активность проявлять. Ну, понятно, по мере там возможностей, может быть. Обязательно, она помогает. И Анастасия Зелевич нам показывает здесь тоже пример. Вот, кстати, и мне иногда даже стало казаться, что я в чем-то ее начинаю здесь, ну, не то чтобы копировать, а мне тоже хочется двигаться. Вот, невозможно сидеть на месте. Ни о какой офисной работе, просто вот для меня, ну, это невозможно. Шило в попе, вот, как, да, говорили раньше у меня в детстве. И это не случайно. И Анастасия, которая, как бы, тоже особенно должно быть непросто, потому что у нее нету толком ни первой фазы, ни фундамента, ни третьей, как провокации. И, как бы, нет здесь такого запуска, как бы, очищения. Но застойное явление же тоже недопустимо. Поэтому она же тогда вообще ночами ходила, да. Вот я вспоминаю. Хорошо. Так это ваш вопрос, Филипп. Читать и про обезьян что-то... Ну да, это мой вопрос. А вот вопрос, наши братья меньшие. Давайте вместе и почитаем, да. Значит, а вот вопрос, наши братья меньшие. Так, вот сегодня этот брат меньший, да, меня очень смутил на этой машине. Ну вот, братья меньшие обезьяны, например, в естественной среде питаются плотами. Они перерабатывают их. То, что мы называем словом питаться, я сомневаюсь. Вот это, ну, это только так мы говорим. Нам так сказали опять, да. Корова, корова эту траву весь день перерабатывает. У нее эта трава бродит. Она получает удовольствие, как бы, все хорошо, потому что она получает определенные гуморальные вещества, которые дают команду. Короче, здесь, в животном мире, здесь все друг друга перерабатывают. И механизмы работают так, чтобы удерживать живое существо, чтобы оно было в пищевой цепочке, понимаете? Здесь идет удержание в пищевой цепочке. Напитывание само для крупных млекопитающих, там, например, это совершенно не значит, что хищник живет за счет белка, жиров чужих. С чего вы это взяли? Вот если бы вам это не сказали, вы бы никогда в этом не подумали. А вот если просто понять, что это всего лишь цепочки по санации, по пищевой, это пищевая цепочка не означает, что там надо именно за счет вот вас себя построить. Это совершенно разные вещи. Но бактерии, например, они перерабатывают и вот прокариоты, бактерии это прокариоты, например, они-то как раз могут, скорее всего, живут субстратом чужим. А эукариоты, по всей видимости, мы являемся сбором эукариотических клеток. И, кстати, у нас есть и прокариотические, это та самая биота, которую можно отнести как орган. То есть это реликтовый орган в каком-то смысле, потому что он пробиотический. Но зато он может, например, хватать азот, а эукариотическая клетка не может. И не только. Вот эта работа с микроэлементами, она проводится как раз так называемой биотой, то есть прокариотическими клетками. То есть эукариотические клетки потеряли возможность работы. Смотрите, вы стали большим начальником, вы потеряли возможность мести, вам надо брать уборщицу, понимаете? Вот уборщица – это прокариотическая клетка. А эукариотическая клетка – это менеджмент, это управленцы. Ну, не знаю, офисные работники. Но общая система не будет жить нормально, если плохо будет с уборщицей. Она тоже нужна. Хотя она какая-то вроде банку-уборщице не нужна. Нет, нужна. Нужна. Вот. И так что… Хорошо. Поэтому вы поставили в кавычки «питаются плодами». Я видел обезьян, и меня отзывается, что просто… Да, они с мякотью это жрут, там… Жрут это, они не питаются, жрут, пожирают. Задача такая. Вот им так надо, здорово. Но это совершенно не значит, что они строят себя из бананов. Это совершенно не значит. Вот. Фруктами. Идёт ли у них загрязнение в этом случае? Ну, кстати, не измерял, но могу только сказать, что сами зоологи жалуются, что чем животное питается больше животных продуктов, да, тем ему тяжелее, живёт оно меньше, и потом многое само как бы в естественном среде чистится. И как бы вот по такой информации… Я, может быть, не зоолог такой, да, не сильно в это, может, погружался, но из той информации, что у меня есть, о нем страда… Это страдание, понимаете? Быть животным – это… Ну, может быть, это не страдание, может быть… Ну, это какая-то повинность всё равно, понимаете? Повинность для какой-то проработки. Потому что это… Поймите, это… Ну, это то, куда человек взваливается. Вот мы, по сути, всё с вами помним. Здесь у нас была вот эта теория, как она у нас была… Дрессируемое животное – это ДСЖ. Вот нас вот прямо вот как могут туда вот в животных, да. Но это не… Это просто, ну, нам претит, это нашей душевной природе. А так, в принципе, секс, любые наркотики, как и секс, то есть любое взаимодействие, оно либо нам гармонизирует, дает наслаждение, либо раздражает и как бы выводит, да. И, в принципе, и фрукты, и это все на физическом уровне, на уровне именно химических тел, материальных, точнее, тел, не физических, а материальных. Это, конечно, такая игра а-ля животные. Свиньи получают удовольствие от секса, 30 минут у них, по-моему, оргазм, что-то вот у меня такая была информация. И так далее. Мы играем здесь, мы берем эти как бы тела и в этих вибрациях грубых мы начинаем играть как бы то ли человек, то ли животное, то ли между. Поэтому здесь вроде наслаждение мы получаем, да, и оно нам помогает, оно нас балансирует, и где-то мы начинаем перегибать палку. Вот мы тут вчера, значит, виделись с человеком, который сам покуривает, но не хочет, чтобы дети курили марихуану. Вот. Но понимают, что это для молодежи плохо. Вот. Значит, ну, вообще вся Азия, и средняя, кстати, Азия, все они там сидят на чем-то. И Европа, и все сидят на алкоголе, на всем, на многих. То есть тут мы играем, надо просто смотреть, к чему это приводит, и как с этим работать. Это не значит, что это цель, что ты родился ради того, чтобы сидеть на вот этих всех наркотиках. В том числе фрукты, это тоже наркотики. Это не ради, и не против, не за. Это вот естественные такие, ну, скажем, мы просто у животных это может быть более, вот именно естественно, а мы попали, и, ну, естественно, мы дорвались до этого, да. И как бы, ну, если вот очнуться и посмотреть, люди сидят все на наркоте. Причем жёстко сидят, жёстко. Мы сейчас даже не говорим не просто про снижение чистки. Поэтому вы очень интересные, да, моменты здесь вот, как бы мы обсуждаем. Здесь опять никаких, вот, сто процентов доказательств тут никаких не будет. Тут вроде бы в клетку пытаются влезть, там, ну, какие там доказательства, там ничего не понятно вообще, как это происходит. Там ни одна учительница биологии так и не сможет вам ответить на вопрос. А вообще почему? Это поехало туда, это пошло делать, это как, кто, чего, почему? Просто же, там просто вот это раскрывается, эти начинают идти считывать. А как? Кто приказывает-то? Без эфиродинамики, без этого вообще, это всё, ну, это что вообще там, само вот это всё происходит? Ну, да, да, да. Это просто... Так вот, а у вас наоборот, мы сейчас такие уже начинаем... Вроде бы можно всё это пощупать, но что-то вот как-то пока... Вот именно, вы в кавычках это по этому поставите, то ли питаются, то ли это просто пищевая отработка идёт. Хищники не питаются жертвами здесь, они иногда просто её вот... Им важно задушить, разорвать там, ну, что-то немножко поглотать там, чего-то. Только почему-то потом они корешков всяких наедаются ещё больше, говорят заологи. И получается, что эти хищники являются частично, ну, не вегетарианцами, но они больше вегетарианцы, чем хищники. Но выглядит всё как будто вот так, да. Да вы поймаете эту жертву ещё. Они что, постоянно... Ну, все по-разному. Бактерии всё время едят, да. Они только на каком-то субстрате. Это мы такие, мы можем... Ну, мы поедаем всё время всё равно неорганику, тем же воздухом. И это и вода, это и элементы в слабо ионизированной форме. Это питание самое настоящее. Так вот, ну, мы только начали с вашим вопросом. Так. Идёт ли у них, да, загрязнение? Ну, это, кстати, интересно. Вот. Я пока только домашними животными занимался, но там понятно, что они все убиты, эти животные. Это как бы ясно. Что у них идёт у этих в свободной среде. Но они рассчитаны на какой-то срок. Они отрабатывают пищевую цепь. Что-то вот даже, да, вот когда вот сейчас говорю, вот вам хочется быть животным. Как бы... Не то, чтобы это плохо, просто вот, ну, как-то это человеку, по-моему, должно вставать как-то поперёк, что, ну, хорошо, пусть они там занимаются, что-то... Какой-то круговерть идёт. А... Причём здесь мы. Повторюсь, мы, потому что человек не выживает здесь один. То есть, если мы хотим здесь поиграть, мы всё равно здесь... не получится. Вот одному как. Так. Очищение превалирует в среднем. Не знаю, Филипп, хороший вопрос. Но... Если очищение превалирует, то что же ограничивает их продолжительность жизни? Программы. Ну, мы же видим, что есть определённые программы. Просто они... Ну, как Михаил Саретов, он же рассказывает правильно, что животное, оно хорошо выглядит долго. Как бы... Оно так не стареет, вот так человек, да, так откровенно. Но... Ну, примерно какой-то срок и потом оно, да, вот, уходит. Это естественно. Это всё должно отработано быть. Скорее всего, там идёт накопление каких-то, и веществ. Просто... Ну, накопление, это загрязнение всё-таки получается. Возможно. Я думаю, я думаю, что они, им не удаётся, хищникам особенно, им не удаётся просто... Почему все думают, что, ещё раз, они это и нападают, это всё делают, у них к этому идёт внутренняя вот эта, как бы, как команда, это... все думают... Это такое счастье. Ну, для них это, это просто как их внутренняя обязанность. Вот как это... На потребу, на потребу своей чёрной душе. Да при чём, где чёрная душе? Нет, это на потребность инстинкта, инстинкта, и как бы здесь нет такого вопроса, что это ради. Но если они это... Они не могут это не делать, по всей видимости, природа там продумана так, что если они не делают, у них там что-то, наверное, биота не даёт, какие-то гуморальные вещества, которые поддерживают какое-то их состояние. То есть там, там, конечно, есть механизм, который всё вот это держит. Я не знаю, паразитарный это механизм, либо это школьное такое. Сейчас мы пока не будем этого даже касаться. Я просто знаю, что я в это точно вписываться в этот блудняк не хочу больше. Значит, ограничивает и продолжительность жизни. Ну, коротко, это программа, программа, конечно. А эта программа тянет уже то поведение, то пищевое, ещё какое-то взаимодействие. Значит, если сказать, что хищники, то сам факт, что они становятся жертвами хищников, разве не говорит о том, что их организм ослабевает со временем? Ну, считается, что как санация идёт, что хищники якобы чистят от больных особей. Но почему он ослабевает? Если питание, то у них видовое. У них не питание, у них пищевое взаимодействие видовое. Я бы не стал всё это называть питанием, потому что там тоже его кариотические клетки, они также работают, там у волка там должен идти такой же эфирный синтез. Но там есть завязки, которые обязывают это существо. Кто-то скажет, что это не существо, кстати, что это коллективная там душа и так далее. Тут тоже начнут спорить. Ну, вот, хорошо. Ну, а влияние психосоматики в случае животных кажется меньше, чем у людей. Это кажется. Домашние животные психосоматика вообще очень сильно показывают всё, они берут на себя, поэтому как бы... Животные ведь не свойственны, излишне умствования. Умствования нет, но домашние животные, они, ну, вот, описываются случаи, когда болезни практически как бы забирают. Вот, поэтому... Хорошо. Очень много тоже вы написали, спасибо. Подумали на эту тему. Что я здесь могу вам вот сказать здесь, что... Можно взять какое-то животное, конечно, вот у меня-то есть за окном корова, например, одна, вот, на неё можно сфокусироваться и посмотреть, то есть, вот у этой коровы там за последний месяц, вот так и задать вопрос, за последний месяц вот у этой коровы очищение превалирует над загрязнением. У этой коровы нет, у этой коровы очищение за последний месяц не превалирует. Не превалирует. Она и живёт из себя. Андрей Валерьевич, ну, мне было больше интересно именно вот насчёт обезьян, ну, почему вот, как бы считается, что это ближайшие, ну, так вот, как бы по конструкции к человеку, ну, на физическом плане, да, если смотреть такие существа. И, в принципе, в естественной среде получается, что обезьяны питают, ну, условно, взаимодействуют, да, как-то орально взаимодействуют со фруктами, что, допустим, люди, ну, фруктоеды, они тоже, ну, как, по крайней мере, чисто внешне. Удовольствие рецепторами. Они могут получить, мы просто, у нас рецепторы хорошо реагируют на растительные компоненты. Вы также можете получать удовольствие от чеснока, ну, немножко, как бы, просто оно, ну, недолгое, это удовольствие. И, кстати, какие-то, даже обезьяны, может быть, могут попробовать и не плоды какие-то. Вот, да, нам, они близки нам по вкусовым, видимо, вот, потому что зайчику морковка нормальная. Как, что-то я не вижу, чтобы люди грызли морковки просто так, как зайчики. Вот, да, мы больше, мы ближе к обезьянам по вкусовым предпочтениям. Я согласен. Так, и? Ну, то есть, ну, в естественной среде получается, что, в отличие от людей, которых там с детства, так сказать, им насаждают вот какое-то пищевое взаимодействие с неестественными, совсем там, какими-то обработанными субстратами, то есть, обезьяны в естественной среде, они, ну, в общем-то, идут вот, как бы, ну, чисто по фруктам, чисто вот, как природа заложила, и, казалось бы, в этих условиях они, ну, не должны загрязняться, ну, то есть, ну, или, по крайней мере, их загрязнение, оно должно как-то быть минимизировано, да? Ну, не знаю, потому что, не знаю, какие там порции, и, и как их желудочно-кишечный тракт работает с, с этой клетча, с, вот, с плотной фазой, но, все равно, мне кажется, что это, это работа, это работа, и совершенно не значит, что это идет на какую-то пользу телу, там нет задачи для пользы тела, животные здесь не для пользы тела, они для пользы схемы, они, вот, они как работники у Чичваркина в Евросети в свое время, в России, там брали чека на полгода, выжимали из него, из молодого лопуха сок по максимуму и выбрасывали, дальше он не нужен, здесь, здесь очень похоже, и... Можно, извиняюсь, что я перебиваю, ну, собственно, вопрос, можно, наверное, так перефразировать, вот, если бы эти обезьяны не взаимодействовали с, там, своими бананами или какими-то другими плодами, то их продолжительность жизни, она была бы больше или нет? Ну, думаю, что природа там сделана так, что, еще раз повторюсь, они не могут выходить из пищевых своих цепочек, это только, может быть, домашние животные, и когда им это вот начинают менять, вот так вот просто там продумано, так, что, еще раз, там идет завязка, что когда у них, вот, у того же хищника, ладно, значит, идет разложение, там так же это гниет, бродит, но у меня была змея, которая выкакивала такую мерзость, как бы, это, лягушку у нас съедала, вот, а, как бы, это задача по переработке лягушки, работа, и, почему вы решили, что, это рабочий инструмент, это, живут, рабочие инструменты, они, они портятся, они, это как машина, она, у нее есть амортизация, но машина едет, 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 хорошая машина, BMW, она, она долго, до последнего будет хорошо ехать, и все, потом она, вот даже так и объясняют, вот движки, миллионники, да, вот, все хорошо, но потом все заканчивается, вот, как-то там, но сейчас технику вообще делает так, чтобы она вообще вот работала, даже так, вроде бы специально, там, ровно, срок гарантии, потом, коп, и все, вот, и здесь то, кстати, вот аналогия очень прямая, и, это, потому что, еще раз, здесь животные работают, только они работают машинами, по переработке, по работе, вот, в этих пищевые цепочки, так называемые, да, они показывают, вот, эту, как бы, работу, ну, что-то еще они делают, может быть, тут, не знаю, ну, вообще, очень, они друг друга контролируют, вот численность, друг друга, идет какая-то, такая взаимотряска, и это не про то, что, это для построения тела, ну, они, ну, прокариоты, конечно, строят свое, размножаются на субстрате, там, просто я по-другому это вот вижу, то есть, обезьяны движимы тоже инстинктом, понимаете, вот этим, и как бы, они не задаются же вопросом, что это вот на пользу мне, это вот только мы можем так и, так, задаваться такими вопросами, и тут же совершать с собой просто противоестественные вещи, которые, вот, совершенно нам, там, вообще в природу, ну, не наше сырье совсем, там, а сырье для гнилостной бактерии, например, да, вареный кусок мяса, это, да и не вареное, это субстрат определенных, вот, деструкторов, вот мы зачем-то там в это влезаем, вот, ну, хорошо, а что у вас, что у вас, вот, что в этом во всем заинтересовало, то есть, что у вас, в чем вы сами понимаете? Да, я понял, ну, заинтересовало то, что вот фруктоеды, ну, хотя они, казалось бы, по сравнению там со всеми прочими едами, ну, как бы, более продвинуты, да, но все равно, их вот тип взаимодействия, он все равно в корне, как бы, порочный, потому что их, в общем-то, ожидает судьба, вот, тех самых обезьян, которые, ну, как бы, будут, ну, вот вопрос все-таки непонятный, непонятно, что, вот, мы, да, говорим, что, вот, кто-то, кто там находится на фруктах, у него очищение превалирует над загрязнением, то есть, получается, что, будучи на фруктах, этот человек постепенно... Нет, подождите, мы не знаем, у всех ли превалирует, отнюдь, у Роберта Локкарда, у Роберта Локкарда, явно за 35 лет ничего толком не превалировало, поэтому, просто, отдельные наши случаи, мы видим, как у человека превалирует чуть-чуть, например, да, я вам могу привести и фруктоедов, у которых не превалирует, сейчас, например, вот, пока что около нуля, либо немножко не превалирует, многое зависит от того, от исходного состояния, от водно-щелочной фазы, от движений, от настроек, кстати, и так далее, то есть, ну, такие утверждения делать нельзя сейчас, что все, сейчас начинаю есть фрукты, и, значит, очищение уже превалирует, нет, это не так. Ну, да, понятно, что оно не сразу как-то запускается, но, если оно, ну, если этот режим поддерживается долго, ну, фруктовый такой, да, чисто фруктовый, то, наверное, с большой вероятностью на очищение выходит этот человек, да, ну, то есть, в принципе, ведь вроде бы так. Смотря что там еще раз, да, если там нормально с растворителем, и у нас какие именно это плоды, еще раз, вот, опять, вот, Роберт Локкард показывал, показал своим примером, что можно далеко никуда и не уйти. Ну, я думаю, для меня его пример об этом, например. То есть, без всяких там доказательств, доказательств. Тогда получается, что вот те самые обезьяны, они, в общем-то, как бы подобны Роберту, то есть, их беда в том, что они как-то умудряются, будучи на фруктах, не очищаться, и вот тем самым они, что, они машины, которые работают по переработке гнилых каких-то там плодов. Не знаю, это не обязано приносить им какую-то пользу. У них есть механизмы, которые влекут их к этому. Всё. Ну, вот как раз речь и об этом, что вот этот эффект, который получается, он именно таков. То есть, он их заставляет потреблять или как-то взаимодействовать с этими фруктами именно в таком режиме. Эти инсименты заставляют живот портить своё тело, играя в пищевые цепочки определённо. Они все портят себя, они питают. Я говорю про животных именно не про, вот, кстати, прокариотические клетки. Они замечательно размножаются на органике. а уже эукариотические животные, они этой органику как бы по сути травятся им, так или иначе. Вот. Ну, надо взять обезьяну отдельно, кстати, может быть, вот. может быть, может быть, это будет та самая обезьяна, которую вы видели сегодня. Да, видел сегодня. Давайте попробуем посмотрим у этой обезьяны, которую я видел сегодня. За последний месяц очищение у неё превалирует над загрязнением. за последний месяц. Да нет, не превалирует. Вы знаете, сколько они много чего пихают, они не только плоды, они пихают там много чего себя ещё, по-моему, насколько я знаю, могут там пихать. Всё, вот, прямо я видел, да, как машину по переработке. Прямо так и выглядит. А с чего она будет? Да нет, это машины. У них есть просто они в естественной среде правильной. Эти машины нормально отрабатывают. Нормальное БМВ по хорошей дороге свой движок, свой миллион там, образно говоря, пройдёт. А мы не можем пройти сраные там, мы как ВАЗа, Лада, Лада, чинить надо уже на выезде из распокупки. Такие случаи есть. Прямо выезжают и сразу в этот же день уже надо чинить. Дима не даст соврать Худко. Он на Ладе ездил и знает все эти истории. Как человек в первые два дня уже капремонт делает. Все тонкости водоводства. Водоводство, да. Вот, поэтому мне кажется, что вот ну и не кажется сейчас вот даже измеряя, я вижу, что ни о каком там очищении не идет речи, просто потому, что природе это совершенно не нужно. Ей нужно, чтобы эти существа выполнили за определенное время работу и сдох и это в принципе да, это понятно, но вопрос в том, а вот есть ли у них в принципе вот такой режим, то есть какого-то взаимодействия пищевого или другого, который бы привел к преобладанию очищения, ну то есть к примеру, с домашними можно попробовать это сделать, надо поговорить вам с Ольгой Подаровской про ее собаку, например, фруктоеду, но по-моему там смузи готовят этой собаки, вот, боюсь, что собака может не захотеть без второй фазы жить, сказать, что нет, плотную фазу, но собака, она, понятное дело, у нее видовое, видовой, как бы, видовой субстракт, у нее нету ничего видового, не говорите, это глупости, у нее не может быть ничего видового, потому что это вообще как ГМО, мы, собака ни в природе не существует, это выведено, это... Ну да, но вот ближайший как бы к ней вид, там волк какой-нибудь, он взаимодействует вовсе не со смузи, ну так, по крайней мере, считается, вот, то есть все-таки ну вот как бы ну понятно, что вот у каждого вида какие-то есть более похожие на него, есть менее, вот, то есть, например, смузи, это вот как раз больше куда-то к приматам, наверное, смузи с там фруктами, если имеется в виду, может... Не знаю, волка просто будет тяжело перевести на смузи, знаете, почему? а потому потому, что есть программы, программы, он будет вести себя все равно, собаки, они готовы, они готовы, они хотят ... сотрудничества. Да, да, совершенно верно, поэтому они вот здесь пластичнее, кошки менее пластичные, потому что они сами по себе, тоже очень важно, работают программы, смысл еще раз, я не думаю, что вот эти животные строят себя из того, что едят. Ну, да, это, в общем, тут нет даже сомнений, что в том, что они не строят себя из... Почему? Нет, нет, мы так не можем, у меня нет готовых 100% доказательств, потому что попытка что-то здесь доказать, она работает, опять же, крапленными, то есть мы будем искать доказательства, которые сами по себе являются опять бездоказательными и утонем в этом, поэтому ну, здесь просто пусть это будет предположением, вот, ну, вот, я вам здесь вот рассказал опять, как я это вижу, поэтому на ютубе я смотрел вопросов нету, на телеграме у нас тоже сейчас вопросов нет. Значит, да, поговорили с вами интересные вещи, очень, да, вы раньше не выходили в эфир, хочу еще раз поблагодарить вас, что вы подкармливаете наш проект, и Игната практически кормите с рук, можно сказать. Ну, я думаю, что для такого проекта того, что у меня есть, это совершенно недостаточно, ну, как бы, что, что есть, как говорится, чем богаты, тем рады. Главное, да, чтобы вы получали удовольствие от этого, и, конечно, это ваше вот право. Ну, я, кстати, не могу иначе, по-другому не получается. Я бы вам могу просто сказать, что, собственно говоря, ну, вот, по Игнату он не против, но, вот, по мне, можете просто, как бы, можете сфокусироваться вот на Игната, да, ну, как бы, я здесь совершенно не обязательно в этой цепочке, вот, в этой пищи, пищи, наверное, у меня какая-то программа на этот счет. Замечательно, замечательная программа. Так, Филипп, это вы писали, да, может, имеется в виду трофика или проницаемость сурфактанта. А что значит проницаемость сурфактанта? Насколько я помню, сурфактант, это, вот, это вот такая, ну, не жидкость, это гелеобразное такое, да, или вещество, которое связано с, в том числе, насколько я понимаю, и с наличием у нас с качеством жирных кислот. И проницаемость, вы имели в виду, что там, где сурфактант, вот это вот, до полости, они не должны быть проницаемы. Если их проткнуть, легкое перестает дышать. То есть, там задача проницаемость. это, это естественно для организма, у нас нет непроницаемого вообще, ну, может быть, даже костная ткань, там, минимально где-то, ну, может быть. А это все проницаемо, частично, где-то, чего-то, что-то проходит, да, вот, она же влияет на насыщение кислородом крови. Значит, ну, вот, не знаю, к чему это у вас вопрос. Трофика, трофика этого, сурфактанта, ну, как бы, качество, скажем. Трофика влияет на качество, да, но, и что дальше? Ну, хорошо, тяжелее идет эта смазка. Вы думаете, что там человек хуже, у него нету гипервентиляции легких при тахикардии, например, вот бабулька какая-нибудь, у нее плохой сурфактан, и у нее бьется сердце, она дышит. Ну, возможно, она не может нормально дышать, да, полноценно, но она и так не будет дышать полноценно в состоянии токсикозы. У нее симпатита Крис, она будет, у нее будет отклонение по дыханию, там есть, там, отклонение в сторону чейнстокса, да, а есть отклонение, что я забыл такого, ну, как бы, это не с сурфактантом здесь, по-моему, связано, ну, ну, надо изучать роль сурфактана. Я, перебиваю, ну, может быть, такой парадокс тут, с одной стороны, кажется, что чем больше кислорода, тем лучше, то есть, чем лучше кровь насыщается кислородом. Нет, да, нет, там, это, это известно у этого, у Гарбузова-то это тоже хорошо все описано, что, конечно, там есть, там задачи не по количеству кислорода, а потому по качеству того, как гемоглобин связывается с ним и как отдает, и как бы, что значит насыщение, там, есть определенные как бы показатели. Связаться можно лишь с тем, что есть, то есть, если вообще как-то нету достаточного количества, наверное, тогда все-таки проблема не в том, что недостаточное количество, как правило, мне кажется, там проблема прежде всего в состоянии эритроцита, насколько функция, дальше идет вот как работает гемоглобин, то есть, мы не видим по анализам, даже то, что я проверял у людей, чтобы у них там с кислородом было плохо именно по крови, с кислородом, там не с кислородом по крови плохо, там просто механизм оксигенации клетки, он у всех нарушен, мы только что это сегодня обсуждали, почему, поэтому пытаться сейчас перевести стрелки на то, что там, не знаю, загазован воздух и не так дышим, это, по-моему, парадокс может быть в том, что есть такой метод дыхания, так сказать, по бутей, который, ну, упрощенно говоря, сводится к тому, чтобы меньше дышать, то есть, чем, как бы, вы меньше дышите, тем дольше вы живете, если так очень утрировано, вот, то есть, там, значит, состоит в том, чтобы тренировать задержку дыхания, то есть, как можно меньше дышать. Я слышал, бутей, значит, где он сам объясняет, что вы его неправильно понимаете, что он говорит, не дышать надо как-то специально, прежде всего, по жизни, а надо жить так, чтобы вам, чтобы дыхание было правильным. Вы это никто не хотите слышать, я это прямо смотрел, эту запись, где он это говорит. Все сфокусировались на том, что нужно специально как-то надышивать себе жизнь, и никто не хочет обратить внимание, что можно перестать убивать себя, и тогда дыхания не будет. Организм сам делает это дыхание вот таким, он его делает, потому что он отравлен. и вопрос, на что было первее, курица или яйцо, то есть он сам объяснил, что первее, он объяснил, ищите в интернете, это есть, зачем вы опять его перевираете, опять глупости начинаем говорить, мы теперь весь день будем дышать специально как-то так, чтобы, не дай бог, не задышать так, как хочет организм. Это то же самое, что со сном, будем бороться со сном, организм заваливается в сон, потому что он отравлен, мы будем с этим бороться, мы будем бороться с тахикардией, которая устраивает сам организм, потому что у него выброс в кровь идет этих токсикоза, токсических веществ, ему надо это быстрее прокрутить, давайте с этим бороться, но не с этим же надо бороться, это же следствие. То же самое здесь. Ну, да, но вот с другой стороны, если... Замечательно, они тренируют, но упражнение это минут 15, там, да. Не, можно как йоги входить в такое легкое трансовое состояние, я пробовал, это очень интересно, и дышать очень редко, но если кризов очищения у человека нет, как у меня тогда было в подростковом возрасте, то хорошее, я считаю, что хороший путь тоже можно, нам не надо столько дышать, конечно, но если человек начинает вот активный выход по хроническому травмному состоянию, либо он уже в нем погряз настолько, что это уже разбаливающийся человек, то тяжело будет там остановиться, но думаю, что, кстати, вот это хороший путь, это пронояма, например, почему бы и нет, но первичное для меня здесь это то, чтобы тело могло не нуждаться повышенной гипервентиляции, которую она устраивается само, вы знаете, есть люди уже с одышкой, я видел, они настолько тактические, настолько отравленные, что они вот такие, но такие есть, это же не потому, что они сурфактанты, им не хватило, или они сбились с ритма, у них просто тело, это как температура, постоит беспостоянно. Да, температура тоже такая тема, вот говорят, что от нее в прямую зависит продолжительность жизни, то есть там, чем она ниже. зависит, но ее делает само тело еще раз, у большинства вообще случаев, которые мы знаем, все равно, это тело само устраивает эту температуру, это следствие. Вы начинаете опять смотреть, как следствие становится причиной дальнейшего следствия. Ну, тут просто вопрос, на что можно повлиять, а на что нельзя, то есть напрямую там на психосоматику вот прям взять и повлиять невозможно, но на температуру или на дыхание кажется, что как-то можно повлиять, вот. Влияют замечательно, ну, не на психосоматику, метафизически влияют, меня это проделывают, ну, что-то не у меня, Сергей расскажет вам, Киселев, как он это делает каждый день, и как у людей меняется состояние там за часы, а вы говорите, это невозможно, как невозможно. Ну, нет, возможно, возможно, ну, просто что кому проще, тут вопрос такой? Вообще, потом сказать, что это все потому, что я приняла таблетку, это все потому, что подышала эфирными маслами, там, если это человек стоит на натуропатии, например, как правило, вам все равно, если вы будете работать, вряд ли, но вдруг, оказывая и такие услуги, точно, это вот уже пример многих людей, вам, как правило, в конечном итоге человек все равно, ему нужно объяснить все через более простое, что-то химическое, что-то более стандартное, то есть, он скажет, ну, что-то в этом есть, но прошло само, например, либо, ну, как бы, пришло время выздороветь, либо помогло, вот конкретно, баночка, вот это, да, это так вот, это нормально, поэтому, тут, как бы, тяжело, потому что не принимает ум, вот, выращенный в наших стандартной, особенно, европейской, такой, все равно, культурной среде, потому что где-нибудь Моналтай, может быть среди шаманов, может быть, там где-нибудь вообще по-другому идет понимание, да и где-нибудь, в Китае и так далее, там вообще другой европейский подход во все понимание времени и мироздания, да что так говорить, в Таиланде, где я вообще годы, год какой-то 2050 какой-то сейчас, там что-то у них, 2500 какой-то, у них от другого там идет, это по-мусульманскому какому-то календарю, здесь мусульманскому, причем здесь мусульмания из пятого века, а мы говорим здесь 2000, да, если 2500, тогда да, тогда, это что-то буддийский, буддийский, наверное, - McMahon, тоже Морuchоннен, но потом, сооритетры, Apps integration, tho острой, все остальное, great, мыkom anarchопом, все остальное, муни Howie сп Mango, đó есть не просто, но вам застать нам, и надо было сOME, а назад, Продолжение следует...